Наши новости начинают свою работу в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Кадровая оптимизация алтайских работников образования предупреждают о сокращении. Льгота только на бумаге. Почему сотни многодетных барнаульских семей больше не могут воспользоваться законной компенсацией? На 100 необычных экспонатов больше. В Бийском музее часов пополнилась коллекция. Жители края могут проверить качество бензина. В эти минуты в Барнауле на одной из автозаправочных станций работает выездная лаборатория. По просьбе клиента здесь готовы сделать анализ любого топлива. На экспертизу берут по пол-литра. В среднем процедура занимает 15 минут. В данный момент наши корреспонденты принимают участие в этой акции. О том, качественно или нет бензин продают на барнаульских заправках, расскажем в ближайших выпусках. Работники образования края получают уведомления о сокращении. Только в Хабарском районе остаться на улице рискуют больше 30 сотрудников детского сада. Напряженная ситуация и в Крутихинском районе. С чем это связано и у кого есть возможность избежать сокращения, узнавала Валентина Аскерова. О массовом увольнении работников образования заговорили месяц назад. Впервые проблему озвучил профсоюз работников. Его руководство пояснило, причина оптимизации связана с повышением минимального размера оплаты труда. Как выяснилось в бюджете края, денег на повышение МРОД до 11 163 рублей всем не хватает. И тогда профильные чиновники края приняли решение прорядить ряды. Под раздачу попал обслуживающий персонал. Это помощники воспитателей, которых называли раньше нянечки, это кухрабочие, это уборщики помещений, это все, кто у нас задействован на кухне, это водители, сторожа и прочий персонал. В редакцию наших новостей начали поступать первые жалобы от жертв оптимизации. Так жительница села Хабары Галина рассказала нам, что руководство местного детского сада поставило их перед нелегким выбором. Либо переходите на неполную, то есть пониженную ставку, либо увольняйтесь. Работники детского сада готовы судиться с местным комитетом по образованию. Тот, в свою очередь, пеняет на край. В другом районе, Крутихинском, под сокращение, причем не первое за последние годы, попал руководитель местного дворца культуры Анатолий Агилов. Подчеркнем, что его зарплата составляет не больше четырех с половиной тысяч в месяц. С начала года это уже не первая волна сокращения работников бюджетной сферы. В феврале на кадровую оптимизацию жаловали санитарки Барнаульского роддома номер один. Они рассказывали, что их вынуждает перевести с должности санитарок на еще менее оплачиваемый уборщиц. При этом перевод формальный только на бумаге, а нагрузка по факту двойная. Нам перестают платить ночные, но в то же время нам говорят, что мы будем работать так же, как раньше. Сутки трое. В договоре написано, что мы будем работать только днем. То есть дневные мы будем. Вторая волна сокращений с апреля этого года затронет исключительно работников образования. По предварителям оценка профсоюза, она коснется как минимум полторы тысячи человек. Но точная цифра будет известна в июне, после того, как специальные комиссии в районах оценят необходимость в такой оптимизации. В профсоюзе рассказали, не исключено, что власти края выделят деньги на повышение МРОД отдельным районам. И тогда, возможно, удастся сохранить людей. Между тем, по данным Алтай-Крайстата, с начала года работы лишилось уже больше пяти тысяч медиков и свыше трех преподавателей. Валентина Аскерова, Наши новости. Сегодня жителям региона вручили государственные награды. Все эти люди отличились самоотверженностью, трудолюбием, профессионализмом. Торжественная церемония прошла в Большом зале правительства региона. Из рук губернатора Александра Карлина медали получили около 40 человек. Среди них за труды по сельскому хозяйству, знаки «Заслуженный врач Российской Федерации», «Заслуженный работник пищевой индустрии РФ» и не только. Главы многодетных семей наградили медалью «Родительская слава». Награду за честь и мужество в этом году получил житель Салтонского района. Ему удалось вернуть к жизни грудного ребенка, который уже не подавал признаков жизни. Рад, что вспоминаю добрые дела. Я даже не ожидал этого. Я доволен тем, что ребенок вырос, растет и без всяких последствий. Также в соответствии с решениями президента, несколько жителей края были удостоены орденом за заслуги перед отечеством первой и второй степеней. Ирина Корчагина, Валентина Аскерова, Андрей Печеркин. Наши новости. Валентина Аскерова, Андрей Печеркин. В ходе расследования уголовного дела была проведена значительная работа по сбору и закреплению доказательств. Следователями изучено несколько сотен томов финансовых документов. Проанализированы бухгалтерские, технико-криминалистические и почерковеческие судебные экспертизы. Опрошено более 40 свидетелей. Обвинительное заключение в отношении этого человека направлено в суд. Также в суде рассмотрят дело бывшего сотрудника Южно-Сибирского межрегионального управления Госавтонадзора. Его обвиняют в получении взятки. 30 тысяч рублей он взял за то, что не привлек к административной ответственности водителя тяжеловеса, который перевозил груз с нарушениями правил движения. Больше 300 многодетных барнаульских семей больше не могут воспользоваться льготой по оплате электроэнергии. Это при том, что предусмотренную законом компенсацию не отменили. Так в чем же причина, выяснял Илья Кочетков. Семья Махначевых большая, дружная, но не богатая. Счет за коммунальные услуги ежемесячно приходит большой. Долгое время для семьи со статусом многодетная действовала 30-ти процентная льгота при оплате электроэнергии. Но в начале этого года, рассказывает Мария, счет за свет вырос на 200-300 рублей. А в апреле и вовсе ждал неприятный сюрприз. В почтовый ящик попадает квитанция. Там в главной строке ничего нет, а стоит перерасчет не в нашу пользу на сумму 2214. В Барнаульской горэлектросети им объяснили, с многодетных решили не только брать 100% оплаты, но и обязали вернуть сумму, недополученную, по мнению энергетиков, за весь прошлый год. Юрист организации объясняет, федеральный закон для многодетных семей компенсацию предусматривает, но в нем не прописано, кто должен ее предоставлять. До этого пытались получить эти 30%, которые не доплачивали многодетные семьи, мы пытались получить с различных бюджетов. А потом, собственно, решили, а зачем мы это делаем? Ведь обязанности наши не добирать с многодетных 30% нет. Прокуратура в действиях БГС нарушений не нашла. И выходит, что энергетики на законных основаниях и отменили компенсацию, и требуют возврата долга. Говорят даже, что готовы предоставить рассрочку для оплаты задолженности и не будут брать пеню. Но вот вернуть компенсацию самостоятельно не готовы. По их мнению, льгота начнет действовать только тогда, когда городские или краевые власти решат, кто именно будет компенсировать 30% платежа. Чиновники свою позицию выражать по этому поводу не спешат. Но в краевом правительстве заверили наших коллег, так что в случае образования долга у многодетных семей за отмену льготы на свет, другие положенные субсидии не отменят. Существующая задолженность не будет являться препятствием для получения субсидий, если должник заключит соглашение с поставщиком услуг, в данном случае БГС. А погашение этой задолженности в течение указанного срока и предоставит нам это соглашение, то мы субсидию рассмотрим и назначим. В семье Махначевых говорят, оставшись без льготы, думали начать экономить на электричестве, но поняли, с тремя девочками в доме это невозможно. Пришлось затянуть пояса, выплачивать долг и надеяться, что положенную льготу чиновники все же вернут. Илья Кочетков, Николай Шелко, Наши новости. Детские площадки и дома культуры отремонтируют в районах края. Из бюджета региона на эти цели выделили 99,5 миллионов рублей. Подписаны первые 35 соглашений с муниципальными образованиями. Как сообщает официальный сайт правительства региона, проекты выбирали сами жители. Это объекты культуры, водоснабжения, уличного освещения, детские площадки. К примеру, в Благовещенском районе отремонтируют ДК и Центральную площадь. В Егорьевском обустроят стадион и спортплощадки. Всего было подано более 230 заявок, отобрано 165. Подарили время. Бийский музей часов за один день вырос больше, чем на сотню экспонатов, которые вскоре займут свои почетные места. Ведь теперь площадь экспозиции выросла в несколько раз. Такое стало возможно благодаря поддержке фонда Александра Прокопьева. Четвертая школа победила в конкурсе социально значимых проектов. Евгения Ижутова побывала на открытии единственного за Уралом школьного музея часов. Первые башенные часы в Бийске должны были появиться именно здесь. В кирпичной кладке бывшего Казанского народного училища даже место под них предусмотрели. Но из-за революции куранты здесь так и не появились. Сегодня в этом здании расположена четвертая старейшая школа Бийска. А вместо одних часов хранятся тысячи механизмов. Производство разных стран мира. Швейцарии, Германии, России, Японии, Китая, Южной Кореи. В коллекции музея есть часы всех 17-часовых заводов СССР. Музей официально часов мы открывали еще 30 апреля 2010 года. На момент открытия музей содержал 450 экспонатов и находился всего лишь навсего в одном кабинете, в учительской школе. Теперь посетители музея могут побывать и в купеческой гостиной, и в советском магазине часов, и в часовой мастерской. Всю коллекцию разделили на 8 тематических секций. Расширить площадь единственного за Уралом музея часов удалось благодаря поддержке Фонда социального содействия Александра Прокопьева. На выигранные в конкурсе грантов 200 тысяч рублей здесь отремонтировали комнаты и приобрели стеллажи для экспонатов. Спасибо однозначно, спасибо Фонду Прокопьева и всем нашим жителям и неравнодушным к данным экспозициям за то, что они принесли сегодня столько много часов. Старейший экспонат – карманные часы начала 80-х годов, производства Германии. Первого врача Бийска, основателя медицинского дела города Георгия Прибыткова. В собрании есть часы балалайка, часы сковорода. А под тиканье этих гигантов принимались важные решения в жизни Бийска. Эти напольные часы стояли в кабинете глав города. Музей часов дает возможность ребятам через экспонаты узнавать о разных исторических эпохах, либо даже ознакомиться с какими-либо историческими событиями. Узнавать о людях, которые делали эти часы, или о людях, которые ими владели. И сегодня мы видим то, что этот музей становится достаточно популярным местом для встреч, причем встреч людей разных поколений. И можно сказать образно, что здесь стирается время. И даже, наверное, сходятся в интересах разные поколения. А вот еще один настоящий раритет. Депутат Государственной Думы Александр Прокопьев подарил музею рабочие аптекарские часы 19 века. Часы настенные, они с недельным заводом и в таком настоящем дубовом корпусе. К сожалению, об этих часах неизвестно, кто ими владел. Но я думаю, что у ребят будет возможность провести эту исследовательскую работу и выяснить, кто ими на разных этапах жизни этих часов, кто ими владел. Я думаю, что для них это будет не только интересно, но и полезно. Все часы вызывают настоящий трепет у школьников. У детей здесь проходят внеурочные занятия. Они под руководством хранителя изучают, исследуют и даже самостоятельно проводят экскурсии для посетителей. На мой взгляд, часы добавляют какой-то мужественности, возможно. Это прям элегантности. Это дополняет мужчину. А девочкам? Ну, девочкам тоже, естественно. Это добавляет какого-то шарма, красоты. В музее часов времени даром не теряют и уже думают над дальнейшим улучшением экспозиции, пополнением. Музей музеем, а время на месте не стоит. 600 страниц истории про переломные 90-е. Сегодня наш земляк, известный российский политик, бывший вице-губернатор Алтайского края, а теперь и писатель Алексей Сарычев, презентовал авторское издание. Документальная книга называется «Откровенно говоря». Насколько откровенной стала встреча с коллегами, единомышленниками и ведущими СМИ, знает Валентина Аскерова. Книги уникальны прежде всего тем, что там с точностью до минут изложено все, что происходило в Барнауле в августе 1991 года. А происходило много чего. Августовский путь – мятеж самопровозглашенного органа власти под названием Государственный комитет по чрезвычайному положению. В подавлении пучи участвовал сам Алексей Сарычев. Не рассказать о тяжелых событиях тех лет, а главное их последствиях, автор не мог. Размышления изложил в своей книге. Я книгу собрал даже не для себя, не для семьи, не для сыновей, не для внуков, которых у меня три внука и внученька есть. И скорее всего туда, вглубь. Увидели свет 500 экземпляров книги. Активный современник и участник политической жизни края и страны Алексей Сарычев мечтает, чтобы книгу прочитали прежде всего земляки. Один из них – знаменитый алтайский дзюдоист Иван Нифонтов с ней уже познакомился. Какое-то изложение своего видения событий. У Алексея Николаевича одно видение, у других – другое видение. И я считаю, что нужно и то, и то читать, и делать уже свои выводы. Особое внимание в произведении уделяется бывшему губернатору края Михаилу Юдакимову, трагически погибшему в 2005 году. С любимцем народа Алексей Сарычев долгое время дружил и сотрудничал. Он твердо решил, что деньги от продажи книги направят на строительство храма в селе Верхопскоя, малой родине Евдокимова. Валентина Аскерова, Андрей Печоркин. Наши новости. В день Великой Победы праздник устроили жители Октябрьского района Бурнаула. Администрации района совместно с Сибирской медиагруппой организовали концертную программу. Техника времен Великой Отечественной. Военные песни и актеры в гимнастерках создали атмосферу весны 45-го. С праздником жителей Октябрьского района! Советский ЗИЛ – период Великой Отечественной войны. Самые маленькие жители Октябрьского района приходят в восторг. Несмотря на свой юный возраст, они уже знают о силе техники Красной Армии. Чтобы перевозить военных, например, разведчиков или еще кого-то. Под легендарные «Катюша», «Смуглянка», «Темная ночь» некоторые жители Октябрьского района танцевали прямо в гимнастерках. Я вот так выражаю свою акцию. Я помню, я горжусь. Ну, просто одет, чтобы оформить 45-го года. И вот эти вот бутафории орденов и награды. То есть это были любимые награды моего деда. К праздничной программе присоединился Банк Восточный. От банка была организована фотозона в антураже военного времени, где каждый смог бесплатно сделать фото. А те, кто верно ответил на вопросы викторины, получили ценные подарки от банка. Книги из коллекции «Великие полководцы России». Слово, связанное с банком, с финансовым. Татьяна. Тогда давайте филиал. Филиал банка. Супер. Счет в банке, да ты умница. Оказалось, что даже юные жители района могут посоревноваться со взрослыми в финансовой грамотности. Это как личное дело каждого родителя. Он должен, конечно, проводить ну, как разговоры по этой теме, чтобы ребенок был ознакомлен с этим вопросом. От лица всех сотрудников ведущие поздравили ветеранов и жителей города с Днем Великой Победы. И в завершении выпуска прогноз погоды. Спонсор – компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. На большей части территории края пасмурно, местами дождь, ветер западный порывистый. 13 градусов выше ноля в Белокурихе, Кулунде и Рубцовске. На 2 градуса теплее в Вийске и Заринске. В Барнауле ночью пройдет дождь и около 8 градусов тепла, днем без осадков до плюс 15. И на этом у меня все. Отличных вам выходных и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин